Всем привет! Сегодня продолжим цикл видео, посвященных простым ремонтам седьмого айфона. Я просто напомню, что мы уже разобрались с тем, как менять аккумулятор и дисплей при помощи наборов ZipDip. Вот этого и вот этого. В них есть все необходимое для замены в домашних условиях, а подробные видеоинструкции есть у нас на канале. Сегодня же поговорим о том, как менять фронтальную камеру. Собственно, дефект может проявиться следующим образом. К примеру, могут не работать обе камеры, либо может основная работать в Телеграме или Ватсапе, а фронтально не работать нигде, либо периодически зависают обе камеры. А как же все-таки это пофиксить, разберемся в этом видео. Поэтому перемещаемся сюда за рабочий стол и смотрим. Для начала выкручиваем два винта со стороны разъема зарядки, он же Lightning, и убираем их в сторону. Теперь берем присоску и прижимаем ее к нижней части смартфона, около кнопки Home. И без усилия тянем за кольцо. И в это же время пытаемся поддеть тонким предметом, например, пластиковой карточкой. Я буду использовать медиатор. У меня получилось с первого раза. После проводим по кругу, чтобы телефон вышел из пазов. Внимание! Все шлейфы находятся с правой стороны, и дисплей открывается как книга вправо. Затем выкручиваем винты прижимных пластин, аккумулятора и дисплея. А также пластину, которая держит шлейф фронтальной камеры. Здесь используется трехлепестковая отвертка, как и винты. После отщелкивания от платы все шлейфы, но в первую очередь шлейф аккумулятора в целях безопасности. После шлейф дисплея и фронтальной камеры. Теперь дисплей можно отделить от корпуса. И его пока что убираю в сторону. Затем выкручиваю все винты по бокам дисплея, чтобы отделить металлическую пластину. Теперь в верхней части откручиваю три винта, которые держат прижимную пластину того, что мы собрались менять. То есть фронтальной камеры. Убираю динамик в сторону. Теперь важный момент. Шлейф слегка подклеен к рамке, поэтому стараюсь отделить его без усилия. Итак, пол-дела сделано. Достаю новенькую камеру. Скрин будет у вас на экранах. И еще один важный момент. Необходимо снять транспортировочную пленку с линзы камеры. Здесь она стоит для защиты от царапин. И вот тут небольшая загвоздка. Шлейф необходимо изогнуть точно так же, как и оригинальный. Потому что с завода он абсолютно ровный. Итак, я в точности повторил все изгибы оригинального шлейфа. С этим проблем ни у кого не возникнет. Теперь время устанавливать. Не забываем попасть во все пазы. Их там два. Под оба датчика. А саму фронтальную камеру устанавливаем поверх динамика. Теперь ставим прижимную пластину и закручиваем винты. Затем устанавливаю металлическую плашку и точно так же креплю винтами. Осталось поставить дисплей в корпус. Поэтому ставлю его в исходное положение. Устанавливаю все шлейфы на плате. Конечно же в последнюю очередь ставлю шлейф аккумулятора. Точно так же в целях безопасности. После устанавливаю прижимные пластины и закручиваю винты. Практически на всех айфонах внутри винты разной длины. Поэтому стараюсь их не путать местами. После того как все установил на место, защелкиваю дисплей по кругу. Теперь останется только проверить. Проведя такую несложную процедуру, в 9 из 10 случаев проблем с камерами больше не будет. Подобным образом проявляет себя дефект основной камеры. Но это уж совсем простой ремонт, чтобы делать для него отдельные видео. А теперь пару простых и универсальных рекомендаций. Во-первых, какой инструмент понадобится? Во-первых, это отвертка-звездочка. И сейчас тут некоторые скажут, это пенталобия. Я ее называю обычной пятигранной отверткой или звездочкой. Трехлепестковая отвертка и крестовая. А также небольшой тонкий предмет, желательно не металлический и не жесткий, потому что металлическим попросту можно повредить либо корпус, либо рамку дисплея. И самая обычная присоска с кольцом. И теперь самые универсальные рекомендации. Все делаем без усилия, это обязательно. Все в айфонах, все слишком хлипкое, чтобы делать что-то с усилием. Во-вторых, запоминаем какой винт откуда. Потому что перепутав винты, можно попасть на дорогостоящий ремонт. Ну и в-третьих, перед окончательной установкой и сборкой обязательно контрольная проверка. То есть мы уже установили камеру, зафиксировали ее винтами и после этого обязательно телефон нужно включить и проверить. Для того, чтобы убедиться в том, что вы сделали все правильно и камера исправна. Ну и также одно из фундаментальных правил, это первым делом снимаем шлейф аккумулятора. И также при сборке вставляем его последним. Попросту потому, что так будет правильно и это поможет избежать дополнительных проблем. Все инструменты, которые требуются для вскрытия айфона, есть у нас в магазине. Они есть либо в наборах, либо по отдельности. Если кому-то не нравится видео инструкция, на сайте магазина Парс Директ есть подробные текстовые инструкции с картинками. И тут пускай выберет каждый сам. Большое спасибо, что посмотрели ролик до конца. Если понравилось, поставь, пожалуйста, палец вверх. Если не подписан, обязательно подписывайся. Но у меня на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok